Сварки порошковой проволокой. Проволока флюсовая, самозащитная. Спрашивают, почему вы не варите трубы полуавтоматом? На это есть несколько причин. Там, где проходят трубы, туда практически невозможно доставить полуавтомат. Там малейший сквозняк, все, защитный газ сдувает, никак. Поэтому трубы не варят полуавтоматом. Не могу исключать, что это невозможно. Если поставите обратную полярность, варить не получится. Будет так все брызгаться, шипеть, кипеть. Привет, мои хорошие коллеги. Давненько мы не виделись. В общем, сегодня будет видео о сварке порошковой проволокой. Проволока флюсовая, самозащитная. Ребята, на секундочку отвлеку вас от просмотра. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как в конце я разыграю вот эти замечательные краги от компании Jetta Safety. Кто не видел, я объявлял розыгрыш в прошлом видео, дам ссылочку, подсказочку вот здесь. Будет три призовых места, будут краги, будут еще плюс электродики. И даже если кто-то не выиграет, я дам промокод на скидочку, на продукцию этой замечательной компании. А теперь смотрим дальше. Я почему решил это видео снять, потому что очень многие в комментариях, да и не только в комментариях, а в нашей группе в Телеграме, кто не подписан, подписывайтесь, ссылочка под видео. Очень многие, ну в основном это начинающие, молодые ребята спрашивают, почему вы не варите трубы полуавтоматом. На это есть несколько причин. Первая и самая основная причина, да, почему не варят трубы полуавтоматом, потому что, как правило, там где проходят трубы, туда, ну практически невозможно доставить полуавтомат, баллон с защитным газом. Ну просто сам полуавтомат, если он более-менее такой профессиональный, он довольно громоздкий, да. Потом еще надо тащить с собой проволоку, надо тащить баллон с защитным газом, это практически невозможно. Вот представьте, в ЖКХ где-нибудь в подвале или на крыше многоэтажного дома, ну как ты туда полуавтомат затащишь? Никак. Или в той же квартире у человека там поменять батареи, это невозможно. Я уж не говорю о ребятах, которые на вахтах работают, там минус 40 на улице. Во-первых, этот газ замерзнет, даже и подогрев не поможет. И тем более, если в среде защитного газа работать, то на улице работать полуавтоматом невозможно. Допустим, если трасса трубы проходит по улице, что часто бывает у Газпрома, да, у Транснефти, то малейший ветерок сдувает защитный газ и все. И идут поры, тем более труба под давлением, если варится, ну это невозможно. Вот если вы видели наверняка в новостях, показывают, вот северный поток 1, 2, южный поток, все эти потоки, там такая плавучая, плавучая, там целый завод плавучий, там эти трубы стыкуют, там все автоматом делается. И там робот варит эту трубу, там просто одевают на трубу вот этот робот, и он там полуавтомат. Но там все закрыто, там ни малейшего сквознячка нету, невозможно. Там малейший сквозняк, все, защитный газ сдувает, никак. Поэтому трубы не варят полуавтоматом. Но сейчас, ну не так давно, не так давно, ну может года 2-3, максимум 4 назад появилась самозащитная проволока для полуавтомата. То есть это тот же самый электрод, только у электрода защитная обмазка нанесена на металлический стержень снаружи. А в самозащитной проволоке этот флюс, та же самая обмазка внутри проволоки. То есть там проволока как трубка, и внутри проволоки вот этот флюсовый порошок, который делает защиту от внешней среды, от кислорода. Защищает сварочную ванну. Поэтому сейчас есть такая возможность, не таскать с собой баллон с газом, да. Полуавтомат тут, смотрите, он маленький, легенький, вес такой же, как у обычного бытового инвертора. Вот обратите внимание, вот у меня здесь стоит самозащитная проволока, килограммовая катушечка. Никакой проблемы нет, покупаем эту катушку проволоки, ставим и варим. Не нужен ни защитный газ, ни баллон с собой не надо, шланг сюда подцеплять не надо, только 220, в розетку воткнули и варим. Единственное, ребят, не забывайте менять полярность. Когда ставите самозащитную проволоку, полярность должна быть прямая, то есть масса должна быть на плюсе. А горелка должна быть на минусе. Не перепутайте. Если поставите обратную полярность, варить не получится. Будет так все брызгаться, шипеть, кипеть. И аппарат, ну полуавтомат бытовой практически любой сможет заварить самозащитную проволоку. Есть даже полуавтоматы, у которых есть отдельная, вот у этого нет, если вы обратите внимание. У этого аппарата есть режим ММА сварки, есть лифтик, это аргонодуговая, есть полуавтоматическая сварка в сварочной смеси, есть в углекислоте в чистой. Отдельного режима для флюсовой проволоки нет. А сейчас есть такие на рынке полуавтоматы, у которых прям кнопкой вынесена. Сварка без газа, то есть флюсовая проволока. Ну даже вот на вот этом полуавтомате нет отдельного режима, но я его настроил достаточно просто. Кстати, скоро, ожидайте, будет обзор на этот аппарат, этот в компании ПТК. Хороший, очень годный полуавтомат, выдает все четко, поэтому ожидайте, скоро будет обзорчик. Полуавтомат годный. У меня даже один мой знакомый коллега уже попросил ему его продать. План у меня сегодня такой. Вот у меня, видите, 76-я труба, вот два стыка состыкованы. Вот я по пол стыка уже проварил электродом, обычным рутиловым электродиком. А половина стыка не заварена, видите. И вот вторую половину стыка мы поварим с самозащитной проволокой, попробуем. Что у нас из этого выйдет, я не знаю, но попытаться, попытаюсь. Я сам этим никогда не пробовал заниматься, никогда. Я всегда, если труба, варил электродом. Вот для меня тоже это будет первый опыт. Вместе с вами мы попробуем и поймем, есть в этом смысл, можно этим заниматься или нет. А так, самозащитная проволока, варить металлоконструкции, профиля без проблем. В любом, в чистом поле, лишь бы 220 было, газ не нужен, берем, варим. Трубу я не знаю, вот сейчас давайте поварим. Я планирую поварить стык горизонтальный и вертикальный. Посмотрим, что у нас с этого выйдет. В общем, ребят, мы настраиваемся, погнали варим. Так, ребят, ну если кто из вас хоть раз пробовал варить самозащитной проволокой, те ребята знают, что процесс кардинально отличается от любых других видов сварки. Тот же полуавтомат среди защитных газов, там совсем другой процесс. Если сравнивать с процессом сварки покрытым электродом, можно сравнить с рутиловым электродом, немножко похоже. Там тоже очень много шлака, но тем не менее, там можно отличить металл от шлака. Здесь это очень сложно сделать, практически нереально. Вот единственный момент, когда это можно сделать, вот когда обрывается дуга, обратите внимание, и там полсекунды где-то, когда металл остывает, видно такие темные пятнышки. Вот это как раз темные пятнышки, это и есть шлак, который плавает сверху металла. А когда, говорит, дуга, практически нереально отличить. Так, этот шов мы заканчиваем, переходим к вертикальному шву. Вот, обратите внимание, здесь я снял уже сопло, потому что сопло все-таки немножко закрывает обзор, без сопла это лучше делать, лучше. Вот, ну, для первого раза я хочу сказать, результат вы сейчас сами увидите, довольно неплохо. Но я бы, конечно, поднабивал руку, все-таки процесс совсем отличается от любых других видов сварки, поэтому тут нужна сноровка и тренировка. Чем больше тренировки, тем лучше будет результат, я так думаю. Да я не думаю, я в этом уверен. Видите, я тут точками, пятаками глажу елочку, а надо было бы мне побольше бы размазывать, сделать поменьше току, я так думаю, и побольше размазывать, чтобы валик был побольше. Ну, вы сейчас сами увидите результат. Сами увидите результат, потому что, когда я вот так варю, шоу получился довольно тоненький. Если бы чуть-чуть подразмазывать, валик бы получился побольше, и более похож бы был на результат от электрода. Так, ребят, ну, сварку вы видели, сварку вы видели. Я сразу хочу сказать, что, ну, это где-нибудь там в подвале, в подвале, в подвал зашел и вари спокойно, хоть чем угодно. Там ты не боишься, что какой-то пожар будет. Если там, допустим, в квартире, в квартире поменять трубу, переварить, я вообще бы этого не рекомендовал делать, самозащитная проволока, это невозможно. Во-первых, от нее дым валит, у нас тут вытяжка, вытяжка еще кое-как спасает. Если без вытяжки, это сразу все будет в дыму. Этот флюс горит, дымит по-страшному, и очень сильно от нее летят искры. Вот, а так, где-нибудь там в подвале, где-нибудь в условиях завода, ну, варить можно. Я еще не оббивал шлак, давайте сейчас шлак оббиваем, посмотрим, что у нас вышло. Так, ребят, ну вот, смотрите, это как бы первый мой опыт, да, первый мой опыт порошковой проволокой варить трубу, но, тем не менее, заварить я смог. Вот это горизонтальный стык был, вот это вертикальный. Вот понемножку я проварил здесь и здесь. Ну, если сравнивать с электродом, видите, какой валик получается от электрода. Ну, возможно, возможно, я хочу сказать, если возможно потренироваться, поднабить руку, возможно, стоит побольше размазывать. Возможно, и порошковой проволокой можно сделать вот такой валик. Не исключаю, ребят. Ну, опять же, это все надо тестить, это все надо тестить. Ребят, ну я что хочу сказать в заключении, что этот способ варить трубу самозащитной проволокой имеет место быть, имеет место быть. Я не могу исключать, что это невозможно. Надо просто побольше, побольше практики, побольше. И самое главное, конечно, я бы еще заварил какую-нибудь толстостенную трубу с разделочкой, да, попробовать самозащитной проволокой. Я даже слышал, что ребята где-то варили на вахте, пробовали варить самозащитной проволокой. Да, у нас же в группе в Телеграме, по-моему, коллега с ником Гангстер мне об этом рассказывал, даже фотки мне кидал. Ну, говорит, очень проблемные процессы, сама проволока проблемная, вот эта самозащитная. Но, тем не менее, они варили, варили. Поэтому способ имеет право на жизнь, уж не знаю, долгая будет у него жизнь или короткая. Знаете, как правило, появляется какая-нибудь новая технология. Все сразу, о, давай. Ну, бывает, технология живет годами, десятилетиями, а бывает она сразу отмирает. И все кто постарше, наверняка вы помните, были такие пейджеры, пейджеры. Молодежь, наверное, даже не знает, что это такое. Я помню, это когда еще не было мобильных телефонов, были такие коробочки, их вот так на ремне носили, они там передавали такие сообщения, ну, типа смс-ок. То есть можно было кому-то отправить сообщение, и я получал его, и я понимал, что мне надо этому человеку перезвонить по обычному телефону. Вот так это работало. Но эта технология довольно быстро умерла. То же самое с компакт-дисками, да. Раньше была тьма, сейчас они уже умерли, никому не нужны, все с флешками. Ну, и эта технология, не знаю, возможно, что-то с нее сгородят, возможно, там сделают какую-то более лояльную специальную проволоку для сварки труб. Возможно, я этого не исключаю, но пока мы имеем то, что имеем. Ребята, сейчас настало время провести непосредственно сам розыгрыш. Кто не выиграет сегодня, не расстраивайтесь, я под видео оставлю промокод на скидочку. Размер с этой скидки и срок действия промокода также будет описан в описании. Поэтому, ребят, переходите. Промокод будет действовать на маркетплейсе Озон. Продукция этой компании довольно известная, проверенная временем. Смело заказывайте со скидкой и зарабатывайте побольше денег для своей семьи и трудитесь на благо нашей Родины. А теперь переходим непосредственно к самому розыгрышу. Так, мои хорошие, давайте я вам перед розыгрышем напомню, какие у нас сегодня призы. Значит, первое место – это вот такие топовые краги от компании Jetta Safety. Здесь усиленный спилок, аргентинская кожа. Ну, класс, ребятки. Краги топ. Плюс будут вот такие перчатки слесарные. Здесь сенсорные накладочки, можно планшетики, мобильные телефоны, пользуемся, не снимая перчаток. Второе место будут вот такие классные краги, зимние. Они, видите, утепленные на меху. Класс, мягенькие. Сам бы я такие хотел бы. И третье место будут самые обычные краги. Это не говорит о том, что они плохие. Тоже довольно такой толстый спилок. Здесь подкладочка, четкие краги. Все класс. И к каждому месту будет, ребята, вот такая вот упаковка электронов монолитр С. Два с половиной килограмма. Довольно распространенная марка. Все вы их знаете прекрасно. Я думаю, каждому из вас будет приятно получить в подарок от нашего канала такие призы, да? И сделаю маленькое отступление непосредственно перед самим розыгрышем. Ребят, если кто-то из вас выиграет, и вы не из России, ну, допустим, ближние зарубежные, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, вы уж меня простите, ребят, я на почту съездю. Конечно, если там ценник будет приемлемый, я отправлю за свои деньги, да? Если мне загнут какую-то там заоблачную стоимость, за доставку, то уж простите, я с вами свяжусь, и мы как-то будем вместе этот вопрос решать, да? Если там ценник небольшой, я уже сказал, справлюсь сам. Теперь давайте, ребят, непосредственно приступаем к самому розыгрышу. Погнали! Итак, ребят, вы оставили 590 комментариев ровно. Видите? 590. Ну что, приступаем непосредственно к самому розыгрышу. Я думаю так, начнем с третьего места, потом второе место, и закончим уже победителем главного приза, да? Значит, нажимаем поделиться, копируем ссылочку, и погнали. Вставляем ссылочку. Так, 590 комментариев, нажимаем кнопку старт, всем удачи! Напомню всем, сейчас мы определяем победителя третьего места. это краги и электроды. Так, Анатолий Бурносенко, проверяем подписки. Сейчас проверим, подписан ли Анатолий на мой канал. Так, вот, да, есть подписка. Поздравляем, Анатолий Бурносенко. Комментарий, как всегда, позитивное видео, теперь надо сжечь монолит в кранах. Да, сейчас мы напишем Анатолию, напишем Анатолию. Вот, комментарий Анатолия. Так, так, поздравляем Анатолия и едем дальше. Едем дальше. Сейчас определяем победителя второго места. Так, кто же это будет? Николай Зарубин. Проверяем подписку. Да, профиль у Николая закрыт. Профиль у Николая закрыт. Я, ребята, об этом предупреждал. Я буду переразыгрывать. Значит, второе место переразыгрываем. Я говорил об этом видео, ребят, открывайте свои профили, чтобы я мог проверить, подписаны ли вы на мой канал. Это делать обязательно. Итак, победитель второго места Абдул-Дже. Проверяем подписку. Результат такой же. Ребят, ну, открывайте профиль, открывайте. прошу вас, ребят, говорю уже, переразыгрываем приз за второе место. Антанас. Проверяем. каналы. Каналы. Ну, вот, видите, у человека все открыто. Все открыто. Сейчас найдем мой канал. Так, вот, мой канал есть. Все. Приз за второе место разыгран. Поздравляем пользователя под ником Антанас. Комментарии. Все ваше. Смотрю и набираюсь опыта. Живу и работаю в Ирландии. Ой, господи, помилуй, Ирландия. И, конечно же, мне эти подарки не достанутся. Но поддерживать вашу передачу очень приятно. Будем ждать новых выпусков. Почему не достанутся? А достанутся. Очень даже достанутся. Если мы договоримся, как вам их доставить, я передам без проблем. Так, сейчас ищем, ищем ваш комментарий. Да, вот комментарий. Отвечаем. Итак, поздравляем пользователя под ником Антанас за классный приз зимние краги и электроды. Так, ну и осталось разыграть нам самый главный приз, ребята, это краги, перчатки и электроды. Давайте, стартуем. Так, Роза Марат. Добрый день. Смотрю ваш канал. Много что интересного у вас увидел. Беру на заметку. Проверяем подписку. Проверяем подписку. Ну вот, опять закрыт профиль. Да что ж такое, ребят, ну говорю же вам, открывайте свои профили. Переразыгрываем коллеги приз за первое место. Профиль надо открывать, ребят, я предупреждал, не обижайтесь потом. Анна 78. Участвую, спасибо за позитив. Ну приятно, если девушка выиграет. Так, проверяем подписку. Ну здесь будет все четко. Так, ищем. Вот наш канал есть, поздравляем Анну. Ну, видите, коллеги, скажите же, приятно, когда девушка побеждает, забирает самый главный приз. Так, сейчас найдем комментарий Анны. Так, вот комментарий Анны. Так, все, ребят, всех победителей поздравляю с победой в розыгрыше. Не расстраивайте, кто не выиграл, промокод будет под видео. Ожидайте, скоро будет еще, еще больше новых розыгрышей. Всем пока. Ну, ребят, все, наверное, что я хотел вам сказать сегодня, рассказать и показать. Надеюсь, вам это было интересно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, на группу нашу ВКонтакте, на Яндекс.Зен канал тоже нас подписывайтесь, потому что непонятно, что сейчас будет с Ютубом. Возможно, он будет работать, возможно, нас закроют. Ну, пока работаем. Ребят, всем пока. Всех обнял. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok